Молодая семья – это традиционный конкурс. Каждый раз он проходит по новому сценарию. Поэтому зрителям, которые пришли на этот праздник, не приходится скучать. На этот раз организаторы мероприятия подготовили для участников четыре творческих испытания, которым семьи готовились при участии бабушек и дедушек, друзей и коллег. Все они в этот вечер пришли поддержать конкурсантов. Я пожелаю тем, кто еще не участвовал в таких конкурсах, обязательно принимать участие. Это очень сплачивает семью, это очень настраивает на творчество. Мы слышим уже во время репетиции, когда папы говорят, оказывается, у нас мама такая талантливая, оказывается, у нас дети такие умнички, а дети чаще видят родителей хотя бы в подготовке к конкурсу, хотя бы во время этих вечеров, когда они придумывают задания, когда они готовят все вместе визитку. Участники конкурса три семьи – Долгушины, Дымченко, Зиганшины. В первую очередь им предстояло продемонстрировать свои таланты в заранее подготовленной визитной карточке. Семьи в стихах и песнях знакомили с историей создания семьи, рассказывали об увлечениях, представляли любимые блюда. Выступления сопровождались видеороликами. Каждый постарался использовать креативный подход и смекалку в выполнении заданий. Творческими номерами поразили зрители Зиганшины. Зимир и Ифаниль воспитывают сыновей Инзили и Фандили. Родители признаются, было приятно вместе с детьми готовить номера, репетировать. И в конкурсе они решили принять участие ради детей. Чтобы с малых лет уже не стеснялись, выходили в цену, вдруг они пойдут по арктическим стопам. Любимых занятий семьи много, но больше внимания уделяется прогулкам и занятиям спортом. Мы вместе на улице занимаемся спортом. Зимой на лыжах, летом дети на велосипеде, а мы бегом. Елена и Евгений Долгушиной воспитывают сына и дочь. Климентию семь лет, он учится в кадетском классе. Маленькая Евгения – воспитанница детского сада «Светлячок». Они говорят, что готовиться к выступлению было несложно, ведь они рассказывали о своих обычных занятиях. Это походы, рыбалка, спорт, семейные просмотры фильмов. Как мы стали участниками, мы решили поддержать престиж семьи в нашем городе, чтобы, глядя на наш пример, так же и другие жили долго и счастливо, чтобы все у них было хорошо и желаем им здоровья. Есть волнение у вас? Да нет, нету. Все нормально. А вообще какие семейные традиции у вас еще есть? Выезд на природу постоянно. Даже на рыбалку их изредка беру. Еще одна семья участница – Дымченко. Мама работает воспитателем в детском саду, папа – менеджер. Старший сын Никита – студент уфимского вуза. Младший Мирослав еще дошкольник. Вместе они подготовили яркие творческие номера. У каждой семьи свои секреты. Семейного счастья, говорят они. В большом счете, я считаю, все в доверии друг к другу. Больше ничего нет. В ходе подготовки к выступлениям взрослые увидели вокальные способности сына. Новая для себя открыла, что мой ребенок способен выступать на сцене и неплохо выступать. И у него есть музыкальные, вокальные данные. Я люблю учиться, веселиться и играть. А кем ты хочешь стать в будущем? Гонщиком. Кроме визитки, семьи угадывали песни советских кинофильмов. Похожие задания для маленьких участников. Дети по песням называли мультфильмы. Еще одним заданием для участников была подготовка выставки материалов о своей семье, традициях и увлечениях. В фойе Дома культуры «Рассвет» участники представили изделия ручной работы, генеалогические древа, любимые семейные блюда, варенье, соленье. По итогам всех конкурсных испытаний экспертная комиссия определила победителей в номинациях. Всегда, в принципе, за любое проявление творчества. А когда люди, собственно говоря, недружные со сцены, скажем так, которые просто когда-то пели дома, веселились, да, выносят это на показ людям. Я просто всегда за, просто сижу, радуюсь. И поэтому, собственно, тут главное не оценки, а главное то, что несут семьи. Итак, семья Дымченко стала победителем в номинации за верносемейным традициям. Долгушины признаны самой динамичной и оригинальной семьей. Зиганшины – самой позитивной и артистичной. Им предстоит выступать от нашего города в республиканском туре конкурса. Продолжение следует...